Том Харди — британский актёр, известный, тщательной подготовкой каждой из своих ролей. Он специально набирает или сбрасывает вес, тренируется с профессиональными спортсменами и делает всё, чтобы воплотиться в новый образ. Его исключили из школы, в 15 лет задержали за катание на угнанном автомобиле, а вскоре к неприятным сцен добавились наркотики и алкоголь. Но он сумел от этого оправиться и преуспеть в профессии, о которой всегда мечтал. Как Тому удалось набрать множительную мышечную массу, а также о том, как один актёр смог сыграть сразу двух братьев, ты узнаешь в конце этого ролика. А пока устраивайся поудобнее, это последний киногерой, и ты смотришь лучшую дюжину фильмов, где Том Харди сыграл главную роль. 10 место. Стюарт. Прошлая жизнь. 2007 год. Респектабельный журналист Александр знакомится с отвратительным типом Стюартом Шортером и, одолев брезгливость, извлекает из встречи обоюдную гуманитарную выгоду. Шортер — уголовник, наркоман и, на первый взгляд, человеческое отребье. Вдохновляет его на создание книги, а пока Мастерс ищет подход к незнакомому материалу, ведёт с ним душеспасительные беседы. 9 место. Общак. 2014 год. С кромняга Боб разливает напитки в одном из бруклинских баров, ранее принадлежавших его кузену Марву. Теперь же чеченцы используют его для отмывания мафиозных денег, называя бар «Общаком». Боб ходит на мессу, но не причащается. Это уже намекает нам на то, что невозмутимый и грубоватый персонаж хранит некую тайну. И какой бы жуткой она ни оказалась, зритель не перестаёт ему сопереживать, так как искусная игра Харди – самый сильный элемент фильма. Хотя и сюрпризы в сюжете тоже предусмотрены. Картина останется в истории как последняя строчка в фильмографии Джеймса Гандальфини. 8 место. Лок. 2013 год. Уставший, но не разбитый Айван Лок садится в свой БМВ, но едет не домой, где его ждёт семья и футбол по телеку, а к едва знакомой женщине, которая вот-вот родит его ребёнка. Обо всём этом, а также о завтрашней заливке бетона, исторической, самой большой в Европе, грозящей, если пойдёт что-то не так, обернуться восьми или девятизначными потерями, мы узнаём из его телефонных разговоров, из которых, собственно, и состоит весь фильм. 7 место. Бронсон. 2008 год. Наконец, без страховки и без тормозов, Харди сыграл в Бронсоне, страшном и смешном боёпике самого известного зэка Великобритании. От режиссура датчанина Рефна зачастую страдает вестибулярный аппарат. Но лучшим британским и одним из лучших в мире актёром Харди стали называть именно после Бронсона. И примерно все, включая самого Бронсона. Я имею в виду бандита. Также не забудь, что у меня на канале есть видео про девять лучших тюремных фильмов. Обрати внимание на подсказку в правом верхнем углу. Ага, вот, нажми и едем дальше. 6 место. Легенда. 2015 год. Фильм снят по мотивам книги Джона Пирсона «Искусство жестокости. Взлёт и падение близнецов Крей», основанный на реальных событиях. Действие разворачивается в Лондоне 60-х годов и рисует историю жизни братьев-гангстеров, о чьей жестокости ходили легенды. Харди убедительно воплощается то в упрямого Реджи с его безупречными манерами, то в неуравновешенного психопата Ронни. Кстати, этот легендарный фильм уже входил в мой топ лучших криминальных картин, основанных на реальных событиях. Чтобы его посмотреть, жми на подсказку в правом верхнем углу. Пятое место. Самый пьяный округ в мире. 2012 год. Расцвет семейного бизнеса братьев-бутлегеров пришелся на времена сухого закона. Спрятанные в горах Вирджинии и Винокурни обеспечивали белые молнии не только скромных аборигенов, но и позволяли находить общий язык с шишками из города, вроде Флойда Беннера, Гайя Олдман. Единственным, кого не устраивает сложившийся порядок, оказывается новоприбывший представитель окружного прокурора Чарльз Рейкс, Гай Пирс. Он облагает их бизнес неофициальной данью, а когда понимает, что сотрудничество не клеится, переходит к физическому истреблению бизнеса и братьев. В одной из сцен герою Тома перерезают горло, но такого мужчину это не остановит. Четвертое место. Табу. 2017 год. Табу – это восьмисерийный сериал, который планируют продолжить еще как минимум на два сезона. Сценарий написан по рассказу Тома Харди, исполнившего роль Джеймса Казаи Делэнни, который унаследовал землю отца и мечтает о собственной торговой империи. Он возвращается в Лондон после долгих скитаний по Африке, прихватив горц алмазов и поломал все планы Ост-Индской компании, проявившей живой интерес к его земле. Третье место. Безумный Макс. Дорога ярости. 2015 год. Джордж Миллер создал то лучшее, что можно было снять на основе Безумного Макса, вооружившись бюджетом 150 миллионов долларов. Том Харди заменил Мела Гибсена в роли воина дороги Макса, а Шарли Стерон ввязалась в армагеддонскую бойню, сыграв героиню по имени императрица Фуриоса. Это один из самых зрелищных постапокалиптических фильмов. Легенда гласит, что Мел Гибсон, пообедав с Харди, поздравил создателей, прославившие его франшизы с тем, что они нашли кого-то еще безумнее, чем сам Мел. Второе место. Воин. 2011 год. Два брата. Учитель физики в тяжелом финансовом положении Брэндон и изгой с темным героическим прошлым Томми прокладывают дорогу к победе в турнире по смешанным единоборствам ценой в 5 миллионов долларов. Оба брата ненавидят отца-алкоголика, вогнавшего в гроб их мать. Томми, однако, приходит к Пэдди Конлану, Николти, чтобы тот помог ему набрать форму. Лучший из фильмов 21 века, где много бьют по лицу. Три великие роли, плюс ясная как день и прямая как ствол винтовки. Мораль. Воин. Второе место. Первое место. Прикуп. 2009 год. Фредди Джексон, лондонский бандит, работающий на серьезного криминального авторитета Оззи. Как-то раз Фредди попался на очередном ограблении, и его посадили на 4 года. При этом сам Оззи уже давно сидит в тюрьме, но оттуда продолжает руководить криминальным бизнесом. Когда Фредди вышел из тюрьмы, правая рука Оззи по имени Сиди заявил, что Фредди будет работать у него подручно. Однако Фредди не собирается подчиняться Сиди. Фредди и Оззи-то не особо собираются подчиняться, хотя Оззи об этом еще и не догадывается. Фильм очень сильный, где действительно хочется узнать, чем же все в конце концов закончится. Тем более, что это не Голливуд, и финал британских картин может быть совершенно непредсказуемым. Как накачался Том Харди? Для участия в фильме «Бронсон», вышедшем на экране в 2008 году, Том Харди набрал более 20 кг мышц за несколько месяцев. Учитывая тот факт, что на момент съемки картины актеру было почти 30 лет, можно только представить, каких усилий ему это стоило. В интервью Том говорит о том, что не использовал стероиды, что на самом деле весьма вероятно, а усиленно тренировался по базовой программе и ел все, что попадалось на глаза. Основу питания составляли курица и рис, однако он не Бронсон, Бэйн, Безумный Макс и, возможно, лучший актер своего поколения. Давайте пожелаем Тому побольше ролей, в которых ему не будут закрывать лицо масками. Напиши в комментариях, какой фильм с Томом твой любимый, а также имя актера, о котором мне стоит рассказать в своем следующем видео. Также ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы я понимал, что тебе нравится то, что я делаю. И да, если ты любишь фильмы Тарантино, то смело жми на плейлист слева. А если тебе нравятся фильмы про наркобаронов и картели, смотри видео справа. Не забудь заглянуть в описание к видео, там ты найдешь миллион полезных ссылок и прочих ништяков. Пока!